Проведи день города с пользой. Что за голунац? И кита орехами? Проведи день города творчески. Не совершай ошибку! Проведи день города с умом. То, что я делаю, называется гостями. И получи за это подарки. Вот есть такие стаканчики, сумки, эко-сумки. Фестиваль для тех, кто дома. Весь город онлайн. Многие ограничения сняты, но онлайн-активности продолжают наполнять социальные сети хабаровчан. 2000 публикаций по хэштегам «Весь город онлайн» и «Весь Хабаровск онлайн». Мы показываем самое интересное. Театр кукол не оставил своих юных зрителей без внимания и запустил на своем ютуб-канале «Театр на ушах». Заяц Сергуня и Марина показывают зрителям самые потайные уголки театра. Например, световой и кукольный цеха. Ну вот, ребята, мы с вами в самой настоящей норке. Ой, в мастерской норке. Ой, и чего это я? В самой настоящей театральной мастерской, где создают самых настоящих театральных кукол. Ой, смотрите, как здесь интересно. Прошу у хозяина этой настоящей мастерской. Как здесь все устроено. Ну вот, ребята, это хозяин театральной мастерской Владимир Михайлович. Это он здесь главный. Владимир Михайлович, а сколько лет вы создаете театральных кукол? Лет 20. Двадцать лет! Также можно послушать и даже посмотреть сказки в шалаше. Жил-был в лесу ёжик-иголка. Был у него дом с печкой, лампочка в виде гриба-лисички и полная кладовая припаса. Но всё ёжику чего-то хотелось. Неспокойно мне, говорил он Васильку. Вот здесь мутит, показывал на грудь. К морю хочется. Петербурженка Мария Рихтер переехала в Хабаровск и учит горожан бодиперкуссии. Сейчас в своём инстаграме. Она подробно разбирает, как создавать телом ритмы и музыку. Сегодня хочу вам показать один классный ритм, который можно показывать в ответ на вопрос, что такое бодиперкуссия. И вот такие... Это бодиперкуссия, детка. Я обязательно продолжу снимать и выкладывать обучающие видео, для того, чтобы все имели возможность поближе познакомиться с этим направлением. Ощутить на собственном опыте, как оно расслабляет, заряжает. Действительно, бодиперкуссия полезна даже с медицинской точки зрения. Есть такое понятие, как ритмотерапия. То есть все органы приходят в синхронизацию, начинают работать в одном ритме. Руководитель мастерской Ярганчар, очевидно, поставила цель – привить любовь к керамике всем, кто случайно заходит на её аккаунт в Инстаграме. Посты о том, как выбрать глину, как с ней работать и откуда вообще взялась керамика. Также в аккаунте проводился конкурс, где ребята лепили из глины в достопримечательности Хабаровска. По мнению нашей редакции, получилось очень достойно. Меня керамика привлекает безграничностью своих возможностей. Она много мучает. Для того, чтобы получить результат, с ней нужно выстраивать настоящее отношение, как с человеком. Она дарит гармонию и приводит в порядок мыслей. Ирина Стецкова поможет освоить йогу в своём Инстаграм-аккаунте. Гимнастика на ночь, укрепление спины, дыхание, медитация, стояние на руках. Подходим ногами к рукам, ноги ставим тоже на ширину плеч. Сгибаем колени и упираемся коленями в подмышечные спадины или основание плеча. Переносим вес тела на руки, загружаем руки. При очередном покачивании мы перенесли вес тела вперёд. И если вы уверены, переносите ещё больше. Смотрите вперёд в пол. Ноги поднимаются от пола сами. С помощью йоги мы развиваемся всесторонне через тело, ум и эмоции. Тем она и отличается от других физических активностей. Это личная практика, даже если она проходит в группе. Для тех, кто хочет освоить новое хобби. Очень подробные и понятные уроки по рисованию в аккаунте Рисуин КФВ. Авторы объясняют с нуля, как сделать каждый штрих. А педагог Елена Рассейкина выкладывает в Инстаграм уроки по вязанию крючком. Вблизи показывает, как делать петли, а также публикует полные схемы и описание игрушек. Для любителей соул-музыки. Кафе «Вечера» выкладывают в соцсети выступления своих постоянных артистов. Хабаровск, Хабаровск, и дом, где мы живём, И юность, и старость, с тобой мы пройдём. Делись лучшим, на что способен. Ставь хэштеги «Весь город онлайн» и «Весь Хабаровск онлайн». И получай за это подарки. Пусть весь город узнает, что ты умеешь. Редактор субтитров А.Семкин